Я являюсь уборщиком заброшенных захоронений. Я убираю могилы, которые заброшенные. На них уже не приходят, или родственников нету, или родственники забыли. У нас, как принято в России, много случаев таких. Дедушку похоронили, квартирку забрали. И все, они пришли. На кладбище встречается много таких захоронений. Это легко определить. Когда хоронят, веночки положили, и все. То есть ты приходишь и смотришь, вот венки вот эти прям с похорон остались, а прошло уже там 10 лет. То есть это определяется сразу, такие захоронения. То есть похоронили и забыли. Я занимаюсь уборкой таких могил. Мне за это, естественно, никто денег не платит. Это как мое волонтерское такое движение. Значит, ваш вопрос... Как к этому пришли? Да, был ли какой-то момент, когда вы поняли, что я хочу этим заниматься, я хочу это сделать, и это принесет мне какое-то вот... К дедушке стал переезжать на захоронение, убирался, красил ограду и так далее. Ну, это все продолжалось. Кладбище у меня постепенно начиналось казаться такое. Еще там все кладбище такое, там много деревьев таких старых, мох такой. Вот. Очень красиво, как в сказке. Да-да, вот именно такая сказочная атмосфера. Стало наблюдать, что очень много вокруг захоронения моего деда заброшенных могил. Как-то мне стало постепенно становиться, грубо говоря, стыдно за себя. То есть, да, у меня есть там полчаса свободного еще времени, есть руки, почему я не уберу? Такой вопрос, смотри, ты ведь говоришь, что пришел к дедушке. Ты, ну вот, пришел давно к нему на могилу, как вообще ты решил к нему дойти? Потому что дедушка же тоже связь, наверное, и с твоим детством каким-то. На самом деле, да, происходило не очень даже с моей стороны. Может быть, хорошо, дедушка умер давно, а я несколько лет к нему не приходил. А почему решила прийти? А потом вот почему-то как-то вот мне чувство вины, проснулась. Ну, так, ну, как-то было очень много других дел, там вот эта вот возня, я в армии служил два года, да, вот тогда тоже точно меня там не было. Пришел с армии, там тоже вот, ну, как-то вот такое. Вот, дедушка очень мне близок, собственно говоря, я, хотя он умер молодым, да, и особо у меня такого контакта с ним не было, прям, ну, он очень сильно меня любил. Я это чувствовал, и мне бабушка рассказывает, да, он у меня прям, я очень на него похож, во-первых, прям, ну вот, физически, да. А сколько было тебе, когда не стал дедушкой? Я вот не скажу точно тебе цифры, но я еще учился в школе. Я вижу, ты пришел с цветком, с красивой розой. Я, ну, я с розой пришел, да, я, если мне захочется, я на какое-то захоронение поставлю его, да. Я все время, да, это вот энергия такая живая я принес. Ты начал убирать могилы, как-то начал говорить, да, что увидел рядом с могилой дедушки, начал прибираться на них, наводить там красоту, порядок. А как-то тебе пришло вот это ощущение, что тебе захотелось что-то оставить еще на могилах, что-то принести, потому что мы смотрели видео твои, да, как и я лично нашла очень много моментов в роликах твоих, где ты оставляешь не только цветы, но и свечи зажигаешь в мороз, зимой, греешь их во внутреннем кармане. Вот как тебе это пришло тоже ощущение, что тебе захотелось что-то еще оставить и положить на могилу? Это собственное решение или попросили люди, подписчики? Я не слушаю там никого, я прислушиваюсь только себя и делаю то, что я хочу, потому что у меня есть своя голова, да, на плечах. Что-то там, потому что очень много пишут в комментариях, ты кладешь неправильно, там два цветка надо класть, такие правила. Я говорю, ну, ребят, если вы там живете под кем-то, да, вам кто-то диктует, вы подчиняетесь, это вы, я здесь ни при чем. Я вот хочу один цветок положить, я положу один. Я хочу принести молока, я налью мисочку молока, я принесу молока. Я, да, свечку зажигаю, это тоже там как бы энергия такая идет, да. Да, и вот цветок тоже, да, я считаю, что живая энергия эта. Я кладу на могилу, и душа питается этой энергией, пока как раз цветочек, он еще живой, пока потихонечку вянет. Вот, девушкам я никогда цветы не дарю. Там, домой, ну, во-первых, вообще не дарю девушкам цветы. Да, ну и, да, домой, то есть я вот лучше, вот я в горшочке подарю цветочек девушке, чем, да, такой там или букет роз срезанный, могилу я ношу. Название канала твоего «Твоя душа». Вот чья душа? Твоя или это посыл всем? Канал, да, у меня называется «Моя душа». Все люди думают то, что вот это вот прям такое святое название, святой человек такой. Нет, на самом деле, это совсем другое. Я очень люблю фильмы ужасов, да. Такие более глубокие, там, на реальных событиях. И вот там в фильме ужасов происходят, да, такие моменты, когда там вселяются в человека, или там в доме происходят некие там вещи, там переворачиваются кресты и так далее, да. И какой-то там персонаж спрашивает, что тебе нужно, что ты пристал-то там, сатана или кто там. А он ей там на стене пишет «Мне нужна твоя душа». Вообще название вот от этого пошло. Ну, а и оно как бы так вот. Вот так вот, да. Фильм ужасов. Ну, очень многие фильмы ужасов связаны с миром мертвых, с душами мертвых. Как вообще к этому относишься, да, и есть ли у тебя ощущение мира мертвых на кладбище? Или наоборот, кладбище тебе вот другое ощущение дает? Такой вопрос, да, глубокий, собственно говоря. Я очень уважительно отношусь к кладбищу. Для меня, я, знаете, я никогда никому ничего не навязываю, ничего никому не доказываю и никого не учу. То есть, там, знаешь, там есть вот это, есть Бог, Иисус Христос, нужно верить только в Него, молиться, там, сатана, там, это все плохо, там, что-то такое. У меня, как бы, собственно говоря, своя сказка, да, я, это, это мое, я никому там ничего не доказываю. Я уважительно отношусь к кладбищу, для меня присутствует сила мертвых, она есть, я прихожу к ним в дом, никогда я с пустыми руками не прихожу, то есть, тут, как бы, есть хозяин свой. Хозяин или все-таки момент того, что ты приходишь в мир мертвых, но видишь их как живых, как отдельные судьбы, личности, которых уже нет в живых, но от них осталось вот. На кладбище в моей сказке, естественно, присутствует хозяин. Там хозяйка кладбища или хозяин кладбища, для кого как, да, у меня в основном это хозяйка, она, я могу принести бутылку вина, куда-то меня там потянет, я поставлю ее, налью стаканчик, то есть, вот так вот, могу там принести молока, да, опять же, могу там принести там какую-то сладость какую-то, что мне, как бы, что, как меня там подскажет. Я иду, хожу, хожу, могу наткнуться там, у меня там что-то там, препятствие, вот это. Могу вот просто вот, ну, иду и чувствую, ну, вот это вот здесь, вот я хочу вот это, вот здесь вот я хочу убраться. Какие-то вот так вот я там по лицам что-то читаю, я не ориентируюсь вообще. То есть, просто вот это ощущение интуитивное. Да, и я тебе хочу признаться, я тебе клянусь, что я сначала убираю, у меня даже на видео это есть, я сначала убираю, а потом я только читаю, смотрю, кто там захоронен. То есть, и много таких случаев было, вот даже я в Петрозаводск ездил, на кладбище мы там убирались с другом, мы сначала ходили, сначала выбрали одно захоронение, мы уже туда зашли в ограду, что-то там, и я просто вышел и пошел дальше, и мы другое начали убирать. И мы убираем, 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 мы вообще там ничего не было. И обнаружили, что там два ребенка захоронено, прям там один годик и два. Да, и мы не знали, что кто там похоронен, и я вот на это захоронение уже третий год я туда в Петрозаводск уже езжу, убираю это захоронение, оно мое. То есть оно тебя тронуло, да? Ну да, ну и ты представляешь, да, например, я сижу там дома здесь в Москве, я думаю, блин, как же будет клево, я сейчас поеду туда, там, в Петрозаводск, уберусь на этом захоронении, потому что я уже чувствую, ну это мои ангелочки, это мои могилы, мои ангелы, которые я убираю, уже на канале знают. Скажи, а какой-то пронзительный момент был в твоей практике, в твоем опыте уборки захоронений, когда вот прям было очень-очень-очень сильно эмоционально? Ну, естественно, естественно, есть такой момент, и он у меня как бы до сих пор, он, знаешь, он еще такой, он прям, он еще, вибрация идет, грубо говоря, сильная. Значит, это Лихачевское кладбище, это семья Поповых, значит, очень я много про них рассказываю, все время у себя на канале у нас, мы знаем эту семью, а это, значит, такая история, когда я пришел на это кладбище, на Лихачевское я убирался, обнаружил я свалку просто нарезанных бревен, деревьев, я уже подошел, и я анализирую, что это захоронение, и захоронение очень большое, очень большое захоронение, я решил это откопать.